Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом, пройдет 29 октября в кинотеатре «Океан». Мероприятие под названием «Мы выбираем жизнь» организует благотворительный фонд «Инсульту нет». Сегодня президент фонда Дмитрий Хан расскажет о проблеме инсультов, о необходимости борьбы с ней и о том, почему об этом должен знать каждый из нас. Это программа «Время говорить», меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Дмитрий Хан, врач-невролог, заведующий неврологическим отделением для больных с инсультами Краевой клинической больницы номер один, президент благотворительного фонда «Инсульту нет». Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас вновь у нас в студии. И у нас такой интересный повод сегодня, я думаю, в первую очередь стоит поговорить именно на эту тему. Это большая акция, акция, которая называется «Мы выбираем жизнь». Она может быть для некоторых покажется необычной. Все-таки тема инсультов, дети, праздник. Объясните, пожалуйста, почему выбрали именно такой формат мероприятия и вообще насколько актуальны сегодня такие благотворительные фонды? Вы знаете, действительно, в этом году мы решили изменить концепцию такого мероприятия и сделать его в формате не «мы рассказываем о факторах риска, а мы делаем такой небольшой семейный праздник». И в игровой развлекательной форме рассказываем людям, даем им некие инструменты, которые могут спасти жизнь им, их близким, каким-то людям, знакомым, прохожим на улице и так далее. Дело в том, что вообще почему 29 октября? Потому что 29 октября – это Всемирный день борьбы с инсультом. Вот Всемирная организация здравоохранения учредила вот такую вот дату, как возможность в этот день широко рассказывать людям о том, что есть вот такая вот проблема. А проблема-то действительно гипермега огромная, ибо это заболевание, которое занимает второе место по числу людей, умирающих от этого заболевания. Это заболевание, которое действительно на выходе дает огромное количество инвалидов, да, 80% из выживших становятся инвалидами. И это заболевание, которое радикально меняет человеку жизнь на жизнь до и после. То есть если ты не умер и выжил, то у тебя жизнь однозначно становится после. Поэтому мы на протяжении, вот я в частности на протяжении очень многих лет занимался популяризацией знаний об инсульте и рассказывал очень много о факторах риска, о том, что есть вот эти действительно смертельные заболевания, которые приводят к этому такому исходу, да, потому что инсульт — это исход борьбы нашей безуспешной борьбы с гипертонической болезнью, с сахарным диабетом, с нарушением ритма сердца, фибрилляции, пресердия, да, и с атеросклерозом безумным. Вот, то есть вот это наша неуспешная борьба, она приводит к инсульту. И я понял, что на самом деле очень трудно здоровых людей убеждать в том, что… Есть риск. Да, есть риск, и что они находятся в этой группе, что нужно прикладывать какие-то усилия, и поэтому здесь захотелось немножко по-другому зайти. Да, то есть вот на сегодняшний день моя работа заключается в том, что мы работаем с этими людьми, попавшими в очень трудную эту жизненную ситуацию, и у нас есть реальный инструмент в руках, с помощью которого мы человека можем спасти. Потому как, если инсульт произошел, да, и этот инсульт, он не в виде кровоизлияния в головной мозг, а в виде того, что тромб закупорил сосуд, ишемический инсульт, то мы имеем возможность этот тромб, закупоривший сосуд, растворить с помощью специального лекарства. Но для этого человек должен попасть в терапевтическом окне к нам. Терапевтическое окно — это 4,5 часа с момента появления первых симптомов. И вот самая большая проблема оказалась, это то, что человек на самом деле не понимает, что с ним приключилась беда. Это одна из самых больших проблем. У нас в 2016 году из 600 человек поступивших, без малого 600, только 23 человека поступило в терапевтическом окне. Вот если так задуматься, то эта цифра, она поражает просто своим масштабом, потому что это беспрецедентная просто ситуация, когда люди реально не понимают. То есть они не знают этих симптомов первых, они не понимают, что они попали в ситуацию, когда у них время начинает тикать. И поэтому нам, к сожалению, удалось в 2016 году только 12 человекам сделать вот это лечение. Это лечение называется тромболитическая терапия. И поэтому я, в частности, понял, что это как раз то поле непаханное, которым можно пахать сейчас. То есть где нужно приложить максимум усилий. Если мы не можем человека убедить в том, что ему нужно себя сохранить каким-то образом, то есть не довести себя до пропасти, значит надо попробовать человека остановить в этом полете. То есть как-то его поймать, подхватить и вернуть его назад на этот край. Поэтому есть действительно вот эта диагностика, которую я везде и всюду рассказываю. И, к сожалению, я убедился в том, что, несмотря на прикладываемые усилия, очень мало людей знает об этой диагностике, о диагностике удар. Удар, улыбка, движение, артикуляция, решение. Хотя можно я дополню немножечко. Вы же действительно очень большую работу в этой сфере проделываете. Даже в автобусах мы едем и видим, идет этот небольшой ролик, который показывает, и то, о чем вы сейчас рассказываете. Это как оказалось, что это одно из самых эффективных мест, где действительно люди попали в эту ситуацию, они никуда не могут деться, они сидят и смотрят этот ролик. Однако все равно многие... Многие не знают. Поэтому мы мониторим, мы спрашиваем. Я постоянно у пациентов, у их родственников спрашиваю, знают ли они эту диагностику. Никто не знает. И поэтому это подвело к этой идее. К идее того, чтобы можно было под эгидой благотворительного фонда объединить усилия людей. Я с огромной благодарностью хотел бы сказать людям огромное спасибо. Тех, кто меня поддержал. Ребят коммерсантов. И не только коммерсантов. Огромное количество людей, которые откликнулись. И сейчас активно помогают реализовывать задуманное. А задуманное что? Благотворительный фонд имеет миссию. И эта миссия, предоставляя людям информацию об инсульте, мы можем спасти их будущее. Это самая главная генеральная идея, которую хотелось бы дальше продвинуть. Что мы действительно, информируя людей о том, что есть возможность человека спасти, мы можем реально повлиять на те цифры, которые мы имеем сейчас вживую. Поэтому у фонда имеется цель. Эта цель, она звучит очень амбициозно на сегодняшний день. И она звучит как к следующему дню борьбы с инсультом, к 29 октября 2018 года. Мне бы хотелось достичь точки, которая называется «Каждый третий в Владивостоке знает диагностику инсульта, удар». Если мы это достигнем, то мы можем очень серьезно повлиять на те цифры, которые мы будем иметь в лечебных учреждениях в части оказания вот этой помощи, которая называется тромбоэлитическая терапия. Поэтому это те показатели, которые мы реально можем пощупать. То есть мы имеем в руках эти цифры, мы действительно понимаем, достигли мы эту цель, не достигли мы эту цель. Но это говорит о том, что предстоит действительно огромная колоссальная работа в течение этого года. 29 октября запланирована вот эта акция. Вот с таким названием мы выбираем жизнь. Почему именно такое название? Потому что, знаете, я много видел всяких разных ипостасей, и люди попадают в очень трудные ситуации. И болеть — это очень некрасиво. И это не супер, это не здорово. И поэтому мне бы хотелось, чтобы люди выбирали правильную дверь, чтобы они зашли туда, где жизнь, где действительно радость, где человеческие эмоции, где у нас есть перспективы, горизонты. Поэтому это мероприятие, оно не совсем как бы про инсульт. То есть я не хочу, чтобы люди как-то пытались отгородиться от вот этого действительно страшного заболевания, а наоборот захотели прийти на это мероприятие, потому что мы их можем познакомить с очень важной и нужной информацией, которая может спасти жизнь людей, которые могут находиться рядом. Абсолютно не обязательно, что это они. Поэтому формат этого мероприятия — это семейный праздник. То есть хотелось бы преподнести людям эту информацию в игровой форме. Именно поэтому такая площадка — это кинотеатр «Океан». В кинотеатре «Океан» будет организовано мероприятие с участием большого количества аниматоров. Будет у нас игровой квест. Игровой квест — у нас будет удар. То есть вот наша диагностика «Удар» — это наш квест, где дети и взрослые могут его пройти и на выходе получить приз. Этим призом является билет на просмотр семейного детского мультфильма. Поэтому там, к сожалению, зал, конечно, ограничен по количеству мест. Но тем не менее, я думаю, что надеюсь на это, что все, кто пришедшие и желавшие принять участие, получат этот приз. Но в конце концов, получат знания колоссальные. Помимо этого, на этом мероприятии у нас будут работать ведущие, которые будут организовывать большое количество конкурсов. И тоже, в принципе, это все будет очень перекликаться с нашими генеральными идеями и задумками. Помимо этого, у нас принимают участие в мероприятии большое количество профессиональных семейных фотографов, которые будут делать замечательные семейные фотографии, которые люди тоже получат абсолютно бесплатно. Поэтому там будет у нас фотозона. Фотозона у нас называется «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит». То есть, в принципе, мы хотели бы, чтобы люди пришли на это мероприятие и зарядились положительной энергией. И в то же время даже дети поймут, что есть такая проблема, такое заболевание. И они смогут, пусть в игровой форме, почему и нет, детям так обычно все и объясняют, ведь они еще маленькие, они уже с этого возраста будут понимать, что, во всяком случае, такое заболевание есть. А как его предотвратить? Это замечательно, мне кажется. Конечно, однозначно, проходя квесты, в принципе, у нас очень много будет такой информации. Проходя все эти игры, дети в том числе, они впитают эту информацию. И ведь действительно, если так, по большому счету взять, ну, наверное, практически невозможно найти семью, в которой нет инсульта. Понимаете, то есть, какие-то наши близкие родственники, дальние родственники, знакомые, соседи рядом, да, то есть, в нашем окружении всегда есть инсульт. И дети наши, они знают про это тоже, да, то есть, что вот с бабушкой что-то там случилось, да, что там у кого-то там вот такая вот беда случилась. Поэтому с нашими родителями, с нашими родителями могут находиться наши дети в тот момент, когда мы зарабатываем деньги, да, то есть, мы работаем, рядом могут находиться дети. Инсульт – это состояние, когда ты со стороны можешь даже и не понять, что с собой что-то случилось, да, у тебя перекосило лицо, но ты даже не понимаешь, что оно у тебя перекосилось, только посторонний может это увидеть. Может это увидеть ребенок, он может обратить на это внимание, позвонить маме, то есть, поэтому… И спасти, попав вот в это окно, да, которое вы говорите. Да, а здесь, да, это окно, оно невероятно важно. Четыре с половиной часа – это просто критерий включения человека вот в подобную терапию. То есть, если человек приехал, и он вышел из этого окна, он даже не рассматривается как кандидат на тромбоэлитическую терапию. Поэтому наше мероприятие, оно посвящено не смерти, оно не посвящено болезни и инсульт как таковой со всеми ее последствиями. Наше мероприятие, оно про то, что у человека есть шанс, то, что есть у него возможность не попасть в эту тяжелую, достаточно трудную жизненную ситуацию, а с помощью специального лечения, если ты действительно вот как бы распознал и приехал, ты можешь выкарабкаться, ты можешь практически избавиться полностью от тех ужасающих действительно последствий, которые могут быть. У меня очень много видео сейчас, то есть мы снимаем согласие пациентов, это подобное видео, это человеческие истории, истории их выздоровления, по сути дела. То есть это живые, реальные люди, которые приехали в терапевтическом окне, которым была такая помощь оказана, они рассказывают свои ощущения или рассказывают их родственники о том, что было. И это очень душесчипательно, это не может не тронуть ни одного человека. Но это истории, которые позволяют понять, что да, действительно, ради этого стоит затратить такое колоссальное количество денег, понимаете, потому что наша информация, она стоит очень дорого. На сегодняшний день я это вот как никогда это начал ощущать, что наша информация, она стоит очень дорого. И ты, когда эти истории или вот с этими больными общаешься, ты понимаешь, насколько действительно вот все-таки дорога эта человеческая жизнь. Вы немножко уже затронули тему видео, которое вы также успеваете сделать, да, и делаете это с определенной очень важной целью, я даже сказала, миссией. Это истории людей, которые уже пережили инсульт, и действительно, они как никто другой могут рассказать об этом. Также у вас есть видео, о которых знают, наверное, большинство жителей нашего города, и не только нашего города. Вы делаете видеоклипы очень интересные, да, это тоже такая своего рода правильная форма, потому что, мне кажется, больше молодежи подключаются таким образом. Ведь мы, молодежь, так устроены порой, что мы не хотим этому заболевания взрослых, пожилых людей, нам и до этого далеко, но это не так. И вообще инсульт помолодел, насколько мне известно. Давайте немножечко поговорим на эту тему, и очень бы хотелось узнать, как вы создаете эти видеозаписи замечательные. Ну, вообще создание видеороликов – это мое хобби, да, и поэтому, к сожалению, в последнее время на хобби времени остается все меньше и меньше. Но это порыв души, да, то есть когда возникает идея, когда возникает, ну вот прям вот, что называется, все сложилась полностью картинка перед глазами, вот тогда только, наверное, будут рождаться такие вещи. Но самое главное во всем этом, да, то есть вот у меня, ну, был такой один большой проект, да, проект, который называется «Жить», да, и там маленькие видеоролики, там, это немножко другое. Ну, вот, вот этот проект «Жить», да, например, это проект, который мне очень хотелось создать, да, почему его хотелось сделать? Потому что профессия врача – это профессия очень непростая. Это то, что очень многое находится в тиме, да. Наши пациенты, они про нас что-то знают, но до конца, доподлинно не знают, то есть насколько медицина шагнула далеко и сколько там внутри нашей работы технологий всяких разных применяется для того, чтобы человеческую жизнь спасти. Вот, а поскольку в информационном поле в последнее время очень много негативной информации, да, то есть, ну, вот как-то так вот, какой-то такая вот, мне кажется, такая весьма несправедливая вещь, то работать в нашей профессии становится очень трудно. И поэтому вот у меня возникла такая мысль, чтобы создать определенную атмосферу, да, и именно поэтому этот ролик «Жить», он готовился, и он был опубликован именно в день медицинского работника. То есть, и поэтому, может быть, и получился такой резонанс, да, то есть, когда доктора подхватили, да, то есть, там практически, наверное, нет ни одного медработника, который в Приморском крае, ну, особенно, да, этот мой ролик не увидел. Вот, но это действительно, это было такое событие. Я хочу сказать, что мне очень многое хотелось сказать про наших замечательных докторов в этом клипе. все по-настоящему. То есть, у нас фактически нет ни одной постановочной съемки, ну, там, за маленьким исключением, да, то есть, вот, все вживую, то есть, это действительно реальная работа докторов, вот, которые возвращают людей к жизни, делают огромную большую работу, находясь в тени по большому счету. Поэтому, все, что я делаю, да, и вот эти вот видеоролики, в том числе, с моим коллективом, это вариант поддержать людей и сделать так, чтобы они профессионально не выгорали. Ведь это же не секрет, что, там, есть вот этот вот период, да, 7 лет, 7 лет, в течение которого врач выгорает, да, то есть, особенно если, вот, как наша профессия, у нас невероятно огромная летальность. Вот в нашем отделении невероятное количество людей умирает от инсульта, и это невозможно не пропускать через себя. Это очень трудная профессия. Я могу сказать, что когда вот у нас такие вот события печальные происходят, фактически весь коллектив у нас находится в таком полудепрессивном состоянии, понимаете? Поэтому это будет плохо, когда мы ко всему этому привыкнем, да, это вот как раз тот самый момент, когда человек, всё, он становится уже такой профессионально, такой сухарь, да, вот, его уже ничего не колышет, то есть, человек начинает потихоньку-потихоньку выгорать. Вот, ну, мы все к этому, наверное, придём, но хотелось бы, чтобы те доктора, которые со мной сейчас работают, чтобы они, во-первых, любили свою профессию, хотели в ней работать, и от их настроения зависит то, как выздоравливают наши пациенты. Действительно, если задуматься, это видео не только важно для пациентов, для потенциальных пациентов, может быть, да, для всех тех, кто практически каждый из нас подвержен тому или иному риску. А вот вы сейчас сказали такую вещь, я задумалась для докторов, насколько важно, правда, показать их работу. Ведь вы часто остаётесь в тени, и действительно много негативной информации вы правильно подчеркнули. И мне бы хотелось, чтобы наши телезрители, которые сегодня посмотрят программу, другие люди, они поменяли немного мнения, потому что благодаря вам, благодаря вашим коллегам спасаются жизни. Это очень важно. Спасибо вам большое за эту работу, Дмитрий. Я думаю, что обязательно стоит нам в сегодняшней программе ещё раз, наверное, может быть, немного сказать, но всё-таки напомнить, что является инсультом, и что нужно делать в первые минуты, когда это происходит, близким или человеку, с которым это, увы, произошло. Ну, первое, что мне хотелось бы сказать, что подавляющее большинство инсультов, подавляющее большинство, идёт, действительно, начинается с вот этих трёх симптомов, о которых везде и всюду мы пытаемся рассказать. То есть это симптом кривая улыбка, это нарушение движения в руке, да, слабость в руке, и это нарушение речи, да, поэтому удар, улыбка, движение, нарушение в руке, артикуляция, а буква, нарушение речи, и решение этого, если три симптома есть, звони скорой помощи. Поэтому вот, действительно, эти три симптома являются одними из основных и важных, и они не требуют действительно знания глубокого медицины. А ишемические инсульты, да, то есть инсульты вследствие тромбоза, вследствие закупорки сосода, они, дело в том, что очень сильно отличаются от кровоизлияния. Они могут отличаться. Чем? Кровоизлияние всегда это гораздо более тяжёлое состояние, когда человек теряет сознание, у него резко разболелась голова. И в такой ситуации рядом находящийся человек, он никогда не будет сидеть и смотреть. Он будет звонить, тарабанить, вызывать скорую помощь, он будет брать этого человека, посадить его в машину, привезёт лечебное учреждение, спасайте. Ишемический инсульт, он может сопровождаться вот этими тремя симптомами. У человека просто перекосило лицо, он там начал немножко как-то так разговаривать. У него появилась онемение и слабость в руке, он подумал, что я эту руку отсидел. Всё, он в абсолютно ясном сознании, и поэтому человек может пережидать. Почему вот это состояние опасно? Поэтому, если вдруг у человека появились три симптома, улыбка, движение, артикуляция, решение, нужно позвонить в скорую помощь и сказать, что у человека есть признаки инсульта, такие как, и перечислить их. Это очень важный момент, потому что наша скорая медицинская помощь, наша служба замечательная, понимает, да, что при инсульте время — это мозг. Поэтому, значит, это первый момент. Второй момент. Что дальше делать у человека рядом, который он находится? он должен ничего не делать. Это самое важное. Нужно заставить себя, первое, не давать ему таблетки никакие, не давать ему воду попить. Да, потому что у человека может быть нарушение глотания, вы же этого не понимаете, и вы можете очень серьёзно осложнить его будущее. Очень важно запомнить время наступления первых симптомов. Если это вот при вас случилось, вы увидели, посмотрели на часы, запомнили, сколько было времени, и это время нужно сообщить врачам скорой помощи, либо медицинскому персоналу в лечебном учреждении. Всё, больше ничего делать не надо. Если человеку настолько плохо, что он не может сидеть, значит, его нужно положить, но при этом нужно, чтобы был возвышенный головной конец. То есть подложить можно сумку, одежду, подушку, приподняв головной конец. Если у человека рвота открылась, значит, конечно же, его надо повернуть на бок. Всё, больше ничего делать не надо. Это очень важный момент, потому что люди у нас начинают сбивать давление, давать ему быстро какие-то лекарства, умничают. Это всё может очень серьёзно повлиять на исход. Осложнить последствия. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что вы делаете. В первую очередь ещё раз хочу поблагодарить вас. Спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам сегодня. Вам спасибо. Мне бы очень хотелось, чтобы в конце программы вы пригласили ещё раз всех на это немаловажное для каждого из нас мероприятие. Давайте это сделаем. Я с удовольствием приглашаю наших замечательных, людей на это мероприятие, которое пройдёт в кинотеатре «Океан» 29 октября, это воскресенье. Начало с 11 часов, мероприятие будет до 14, до 15, там сеанс будет на 14 часов. Будут интересные розыгрыши, будет в игровой форме рассказываться об этой диагностике. должно быть достаточно весело, запоминаемо. Можно прийти всей семьёй. Да, это семейное мероприятие, поэтому можно прийти однозначно всей семьёй. Вход свободный, бесплатный. Поэтому добро пожаловать. Надеюсь, что будет интересно. Хотелось бы, чтобы у нас с этого года стартанул именно вот такая вот форма проведения подобного события, чтобы мы об инсульте говорили и всерьёз, и не всерьёз. Дмитрий, я желаю вам достижения тех целей, которые поставил перед собой благотворительный фонд «Инсульту.нет». Я думаю, что всё получится. Спасибо вам ещё раз большое. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Субтитры подогнал «Симон»